всем привет меня зовут инесса добро пожаловать на мой канал в этом видео я хотела бы с вами поделиться тем как шить вот такую вот кружевную кофточку как вообще работать с кружевом и ткань сама идет вот такими вот уже бусинами бусины крепятся на стежки получается у меня расположена грудная вытачка и талевая вытачка рукав у меня идет три четверти на спинке у меня тоже вот идет талевая вытачка и теперь я вам покажу обработку своей вот этой кофточки все швы я обработала вот такой вот косой бейкой и стачивала я на один сантиметр это замка у меня здесь нету пуговичек у меня на спинке нет потому что будут это корректировать все уже на конкретную фигуру ткань безумно красивая знаете это не чисто белый цвет это какой такой молочный немножко возможно айвори получается я заутюжила косую бечку одна сторона у меня чуть больше 1 меньше и вот вот так вот я вот накладывала вот так вот я накладывала и прострачивала так ткань тонкая получается вот эти края я оставляла открытыми я вот так вот не загибала вовнутрь потому что машинка не проходит сильная намотка на нижнюю нитку и очень некрасиво потом получается если вы отрежете косую бечку то низ не будет сыпаться поэтому я оставила так как оно есть при работе с тканью вот здесь вот можно увидеть что вот эти вот бусины находятся рядом с тем местом где будет проходить строчка поэтому я их отпарывала я брала ножницы здесь немножко подрезала и немножко я их убирала по шиве они не прям заходили на строчку где я буду шить но рядышком я использовала вот такую вот лапку идет для притачивания эти 7 молнии и получается когда я вот так вот строчила я немножко их вот так вот пододвигала вот этой лапочкой и вполне нормально работать можно очень удобно получилось использовать вот такую вот лапку тяжело было использовать лапку вот где шли бусины потому что она вот ну не проходила а вот а вот этой вот лапкой можно было вот удобно что иголочка идет вот вот здесь вот у нас иголочка если у вас идет вот такой вот кружево либо гипюр без таких вот бусин и нету вот таких вот просветов больших то можно это стачать и обычно обработать на верлоке либо на каверлоке все зависит от ткани которую вы будете шить также хотела показать вам рукав вот он мой рукав три четверти идет получается шов который у меня был я его заутюжила в сторону полочки получается здесь у меня вот со стороны рукава ничего нету и вручную я все здесь заметала ну чтобы как бы шов при носке не отворачивался горловину его тоже все косой бийкой обработала в нескольких местах точно также закрепила вручную чтобы ничего при носке не отворачивалась